Хотела бы дать некий отчет, фотоотчет, в том числе, по инаугурации книги. Это очень важное событие, которое для меня лично было неким моментом икс, скажем так, моментом истины, для понимания, почему важна была эта книга. Учитывая, в каких новых реалиях мы оказались, на сегодняшний момент у нас бизнес не сугубо трейдинговый, то есть мы не доверяем свои деньги чисто для распределения их в трейдинг, для получения дохода. У нас компания многоплановая, которая на сегодняшний день базируется прежде всего на цифровых разработках, новых программах, новых каких-то продуктах и прежде всего это криптографические продукты, монеты, о которых мы много уже говорим. И вчера, позавчера вернее, на инаугурации очень подробно был изложен план социализации каждой монеты, объяснялась экономика каждой монеты, стало понятно, что это длительная, серьезная работа, которую провел Клаудио Энрике со своей командой на протяжении многих лет, нескольких лет. И видео все, которые были подготовлены, информация, которая была озвучена, все подтверждала то, что мы с вами получаем в руки некие серьезные инструменты долговременного бизнеса. Итак, прежде всего, почему Клаудио написал эту книгу? Не секрет, что приглашен он был в свое время как разработчик валет кошелька для нашей компании, потому что с Pegas мы знаем, что произошло. Сандра пригласила, учитывая их дружеские отношения, пригласила его и, узнав, что он имеет свою платежную систему, пригласила для создания кошелька для компании, причем ему был оформлен заказ ранее об изготовлении коина, разработке коина для компании с именем компании, поэтому коин, который мы получаем как Eagle Social Gold Coin, не родился вчера либо позавчера. Эта работа началась в 2015 году. Предварительное название этого коина было Digital Social Gold Coin. Почему так? Клаудио рассказал историю, почему он пришел к этой мысли. В книге очень хорошо изложена история финансовых отношений, история банковских структур, финансовых организаций и вообще возможности работы в области криптографии с финансовыми инструментами. Но для того, чтобы объединить все ресурсы, все инструменты в финансовых отношениях, необходимо нечто физическое, чтобы гарантировало физическую составляющую, что ли, каких-либо денег. Невозможно биткоин приравнять к деньгам и объяснить, что это навсегда деньги. То есть это один из видов финансового инструмента, который общепринят на сегодня уже, скажем так, многими финансовыми инстанциями в том числе, но не является в полной мере денежным инструментом, принятым во всех финансовых институтах. Целью было что? Дать возможность связать традиционные финансовые институты и криптографический мир через некую монету, которая бы серьезно обосновывалась чем-то физическим содержанием. То есть золотом, да, у нас основной эквивалент, это унции золота, которые должны были бы в любой валюте сделать ядро, что ли, обосновать ее стоимость. Наверное, так, заикаться начала. Кроме всего прочего, на сегодняшний день, скажем так, что ни одна бумажная валюта уже не имеет золотого содержания, которое бы отвечало ее номинальной стоимости. То есть инфляция съела очень большие цифры в плане себестоимости, поэтому, в принципе, эта проблема глобальная. Поэтому все, что касается этой валюты, вернее, этого коина, разработка его началась в 2015 году. Эта идея родилась гораздо раньше, на момент, когда были начаты работы по созданию первых коинов. Это эко-коин и агрокоин. От них отдельно расскажу. Так вот, в тот период он задумался о том, чтобы для реализации своих социальных программ, которых у него много, необходимо нечто, что позволяло бы очень большому количеству людей, хотя бы в тех странах, где он имеет ассоциации, иметь возможность реально иметь в руках некую валюту, которая бы имела стоимость и в будущем гарантировала эту стоимость и давала возможность только приращивать свои финансовые успехи. То есть дать востребованный на сегодня уже криптографический некий коин, который бы был обеспечен золотом. Поэтому все, что касается шахты, о которой столько споров, месторождения, о котором без конца мы говорим, этот вопрос был поднят еще в 2015 году. Начиная с 2015 года договоренности по приобретению этого месторождения велись с государством и приобретены были в этом году на паях с человеком, которого я пропишу, покажу ниже, фотографию с ним сделала, он присутствовал на инаугурации. Это совладелец. Я поместила здесь фотографию этого человека и его имя. Это абсолютно реальный промышленник, абсолютно реальный человек, в общем-то большой специалист в области финансов и совладелец 50 на 50 месторождения, забыла название, Матагорду, Матагорду, месторождение в Бразилии, которое является на сегодня самым крупным месторождением и уже разрабатывается 70 лет. Действительно, по прогнозам до 400 тонн залежей руды, золотоносной руды, но прогнозы работы многие-многие годы. Я не геолог, я говорить не буду, но прогнозы очень большие и по истории добычи там очень серьезные цифры. Стоит эта шахта гораздо больше 70 миллионов. Теперь стало понятно, что вот это партнерство, эти два человека друг друга дополняют, потому что, естественно, большей стоимостью, которую вносит Клауди и Нерики в бизнес, это его интеллектуальная собственность, да, и финансы большей частью это Сандра. Как бы там ни было, это партнеры, которые занимаются каждый своим делом. И почему я говорю, что будущее у Коина замечательное? Да потому что привлечение финансового мира, мира экономики, мира промышленности, это и есть вот это партнерство, с этими именами, привлекает очень многих серьезных людей из этой области. Это и есть вот та начальная работа, для которой и написана эта книга. Популяризация своей разработки через печатное слово с полным объяснением, ВППР очень подробный, и была нужна для того, чтобы серьезные люди с серьезными деньгами, серьезными намерениями заранее понимали, что в руки они приобретают. Поэтому все, что сказано об этой монете в книге, я кратко здесь изложил, там очень подробно и серьезно разговаривали именно о экономической составляющей монеты. Причем вот выход в том, чтобы дать возможность партнерам EagleBitrade, которые попали в такую ситуацию, благодаря многим причинам и непорядочности, скажем так, определенных лиц, найден только в том, чтобы оставить определенный пул, определенное количество монет для партнеров, дав им возможность поменять САЛДА на эти монеты, и с 24 декабря, которую дату изменить невозможно, потому что в ICO программе прописан старт торгов 24 декабря, ICO началось 23 октября по 23 декабря, два месяца. Так вот, старт будет дан для вывода монет по первому этапу только партнерам ID Eagle. Почему? Потому что, ну, к сожалению, ситуация обязывает сделать все эти шаги для нас. Следующий этап – это вывод на торги через пару месяцев, 2-3 месяца, сказал Клауди, уточнит сколько. У них есть прописанная программа. Все это следующий этап для партнеров по контракту, которые покупают монету вне зависимости от участия в MLM программе. Поэтому все то, что обещано, 38 долларов грамм золота и один коин, обещано ниже цены этой на бирже, не будет цены. Нужно будет закрывать на какой-то период, будут закрывать цену, но ниже цены не будет. Биржа сама заинтересована торговать выше, потому что биржи являются партнерами по распределению, по пулам, которые предназначены для определенных направлений. Биржи тоже получают право выкупить по какой-либо цене, выкупить эти коины для старта торгов. То есть это программа, которую Клауди огласил, и она будет реализована с 24 декабря этого года. Гильермо Веларес, это человек, соучредитель, совладелец компании Телепоп. Что это такое? Тоже было для меня откровением посмотреть видео об истории этой компании, о понимании, какой оператор пришел к нам в компанию и что он нам дает. История с 2007 года в 2013 году закончилась тем, что, вернее, началась тем, что компания стала обменивать минуты телефонии на килограммы переработанного мусора. Это две программы, которые взаимопереплелись. То есть работа, пятилетняя работа по организации в пяти странах, ассоциации стран Латинской Америки, организации возможности разделять мусор, перерабатывать мусор в товары, которые могут быть применены в народном хозяйстве. Мы видели очень большой перечень количества, это все показано было на большом экране, куда именно идет переработанный мусор. Это от асфальтового покрытия до каких-то предметов потребления, вернее, пользования в быту. Так вот, каждый килограмм в зависимости от вида продукции обменивался на минуты от компании Телепоп. Все это было в практике запущено, начиная с 2013-2015 года. Токенизация началась, начиная с 2016 года. Сегодня компания, ну, оператор весьма популярен. Многими своими сервисами мы узнаем в скором будущем о возможностях от этого оператора. Но самое интересное, что одна минута, да, телефонии вот через этого оператора равна одному койну. То есть много было показано по тайм из мани, каким образом рассчитывается, что имеет в своем активе, какова экономика этой монеты. Все это очень интересно. Буду подробно долго рассказывать обо всех монетах. Это отдельное интервью нужно делать. Одно скажу, что экономика каждой монеты – это реальность. Именно поэтому от выход такой книги заявлено шесть языков перевода. Русского пока нет. Но, наверное, кто-нибудь тоже заявит перевод русского языка, потому что это авторские права. Нужно согласовывать все с Клаудио. Так вот, очень важно популяризация этой темы через печатное слово с обоснованием экономики и с представленными фактами. Именно поэтому я хочу сказать, что предложенный нам выход партнерам EagleBitrade через возможность купить монеты и продав их на стартовом этапе через торговлю на бирже – это выход для всех. Возмещение неполученных доходов и старта следующего этапа. Все монеты будут проходить ICO, и все монеты будут даны нам, бывшим пользователям EagleBitrade, бывшим партнерам EagleBitrade для участия в ICO вот на таких началах. Несколько иксов по каждой монете нам будет обещано. Я не буду забегать вперед, не знаю, сколько иксов по каждой монете нам могут дать. Первый на сегодня этап и реальное получение доходов, я сказала, какой? Это купить монету с 24 декабря, регистрироваться на биржах, которые будут сказаны. Там будет не одна биржа. Это реальный выход. Реальный еще и потому, что Клаудио Энрике Анжуш – это человек, который многократно подтвердил свое Реноме в том, что не участвует ни в каких пирамидах. Для него было уже делом чести, учитывая его послужной список в социальной работе, в политической работе на сегодня просто выйти из ситуации, которая, ну просто, вы видите, чем закончилась, необходимо было для партнеров, которым пообещал ситуацию возмещения наших затрат, наших инвестиций, выйти каким-то образом в положительном примере. Вот он это и сделал. Понятное дело, что много пояснений было дано по именно программированию, по непорядочности. Опять же, это на совести у создателей ID, не ID, а EagleBitrade. Каким образом допущены были такие просчеты, почему программистам удалось все это реализовать. Но как бы там ни было, на сегодняшний день, учитывая все то, что вскрывалось в процессе аудита, вот все исправить не удалось. Не удалось, потому что отношение к кодированию информации было произвольным и было весьма фривольным у прежней команды. Видимо, специально, особенно в последний период, когда уже готовился вот тот взрыв изнутри, который, собственно, произвели первоначально Бруно Порейро и Бруно Попойло. Это практически всех мастеров, которые присутствовали при инаугурации. Были приглашенные лидеры, я уже сказала, кто это, приглашенный Клаудио. Всего 50 человек, закрытый круг. Почему столь необходимо было дать публичную инаугурацию книги? Я уже объяснила, что прежде всего нам, мастерам, нужно было разъяснить содержание книги, почему она необходима нам и почему в этом наше будущее, для того, чтобы мы дальше могли перенести информацию. Я сейчас отправлю видео, которое сделал Франсишку Руберту. Это наш дистрибьютор номер один, на сегодня исполняющий обязанности главный дистрибьютор интернационал компании, который сделал, я считаю, очень правильное видео. Сейчас ниже комментарий дам. Это очень символично. Он снял темный потолок со светителем вверху. И смысл в чем, что Франсиску говорит, что хочу показать вам, что вот он, свет в конце тоннеля. И на сегодня действительно свет в конце тоннеля уже осветил возможности и перспективы для каждого из нас. Действительно стало понятно, что это Рождество 24-25 декабря мы встречаем действительно с большим подарком. Стало понятно, что за последние дни мы все в ближайшее время получим сообщение официальное от Мигела Гомыш через имейлы, в том числе официально через бэк-офис. И завтра будет еще одно сообщение, что на этом этапе вот закончились все переговоры, все выверения ситуации. Стало понятно, что нас ждет. Возможности работы в дальнейшем, подтверждение всей информации в бэк-офисе, все, что в ближайшее время мы получим. Потому что весь тормоз заключался в том, чтобы правильно перенести информацию и дать возможность открыть покупки коинов и вывода. Все ждали разрешения ситуации вот с этим кошельком, что стало понятным в пятницу. На сегодня, сегодняшнее совещание у них закончено. То есть там последние работы остались по Бинару. К сожалению, Бинар не могут они подтвердить достоверным по переносу информации со старой платформы. Поэтому по заявлению партнеров, вот те лидеры, которые были убраны из структуры, а структуры внизу остались без лидеров, без спонсоров, без информации. По заявлению этих структур возможен перенос по личному согласованию каждого, перенос в другие структуры по версходящей линии. Поэтому вот эта работа должна быть закончена сегодня-завтра. Клаудио находится в Португалии до запуска всех механизмов. Нам дадут пояснений, нам дадут инструкции, каким образом мы можем реализовать покупку коина, либо следовать следующим инструкциям и дожидаться, кто какой выбор сделает. Все это будет сказано в ближайших коммунике. На сегодняшний момент Франциско подтверждает, что темный путь в компании пройден окончательно, потому что поставлены все точки над «и». А после субботней инаугурации книги стало понятно, что в руках у нас реальный бизнес с реальной доходностью и очень высокой в перспективе. Учитывая следующие шаги, которые намерена предпринять компания в перспективе, это все позволяет надеяться, что мы на годы, на годы и на годы пришли в этот бизнес. И пройдя такую чистку, такой путь реконструкции бизнеса, компания действительно построила фундамент. Нам всем даются в руки инструменты, и мы сможем строить свой бизнес. Спасибо. 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 Спасибо.